всем добрый день у меня последняя доставка в этом году посылка это ехала ко мне аж 31 день я знаю что для алиэкспресс это нормально но в моем случае я очень недоволен потому что в этом магазине я делал четыре заказа пластины державки потом еще что сейчас уже не помню и вот этот центр почему-то по каким-то мне непонятным причина возможно или габариты или вес но продавец 3 заказа с правил одной посылка от центр поехал отдельно в итоге тот заказ я получил наверное недели две назад а этот вот приехал буквально вчера и тут вообще история интересная такая алиэкспресс отправили и тут еще почта россии накосячили короче получилось по-моему числа 5 эта посылка была уже в кемерово и потом раз тишина сортировочный центр и где-то не через 10 она оказалась сортировочный центр от потом дальше поехала дальний восток но и сейчас не помню уже это и я думаю на чем назад китай поехал то есть я очень удивился потом она поехала назад и буквально вчера она приехала повторяюсь и что интересно то история отслеживания в приложении она была переписана почта россии то есть теперь там пунктах от и так далее то есть поездки туда-сюда они не отражены то есть как она едет с таможни сюда 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 и вот на приехать так и осталось ну то есть я остался недоволен ну ладно давайте посмотрим что внутри ну стандартный тубус на вот этими конечно уже не нравится то есть я так понимаю это пробил центр можно предположить что ну давайте откроем посмотрим чё предполагать но он даже этот центр пенопласт даже не встал то есть упаковка так себе он должен был так вот но если бы он сюда встал то пенопласт был бы пробитый а а он вот так вот похоже бежать печаль давайте смотреть что с острием вот повреждение я не знаю может быть и это на заводе так было сделано или во время транспортировки но вершина у центра пока цена как центра выглядит мне нравится чистота обработки хорошая маркировка mt 4 с 12 теперь причина по какой я его заказал именно вот это вот его геометрия острия с рабочей части так как сейчас у меня уже накопилось достаточно ресурс механическим креплением пластины и мой стандартный центр то есть вот мой центр стандартный тоже морза 4 и тут все достаточно очевидно если пример я использую здесь механическим креплением пластины то здесь я убираюсь с этим центром все намного лучше то есть он мне позволит подойти и обработать меньший диаметр чем я бы мог при использовании стандартного центра да я моего да я моего так где кстати нету масленки здесь масленка есть я сейчас крышечку откручу посмотрю что здесь в старых центрах войлочное уплотнение ставили у меня даже есть центры где сальник стоит даже что здесь а здесь ничего так подшипник маркировку видно по моему 1204 rz и пробка ну а тут ржавчина я не знаю какой там подшипник у меня тоже есть центр и там игольчатый подшипник здесь не знаю какой здесь не смогу так ладно и мне интересно центр которым я работаю так 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 но все то же самое но вот сальника нету и конечно стружка попадает но да стандартный все ну то есть остается только смазку добавить через эту масленку и и проверить его в работе кстати мне кто-то из зрителей писал что подобный центр себе выписывались не ошибаюсь не года и вроде как он остался им очень недоволен ну вот мне хотелось посмотреть какой центр в работе вот именно из-за его геометрии на то как он себя покажет это конечно будет уже видно дальше и еще один тест который можно сейчас не провести это на то как он выталкивается пиноли ну не пиноли винтом пиноли потому что тоже было такое мнение что китайские центра не выбивается не выдавливаются из пиноли но не знаю вот этот я думаю тоже китайский с той же самой оперы как говорится все нормально ну давайте пробуем на месте ненормально вообще проблем никаких нет то есть по этому поводу опасений были напрасно но посмотрите остается его посмотри потестировать как он будет греться какое биение вот на вершине я маленько вижу маленько грани и по моему вершина центра бьет просто ее сама ноча трудно определить но то что скрошена это конечно неприятно не знаю почему таким образом защищает недостаточно защиты но там или пвх что-то такое но не пенопласт швыряет и кидает для меня вот такая вот неприятность но на этом принципе все все остальное уже будет видно в работе обязательно конечно это покажу но жду ваших комментариев по поводу подобных покупок если в этом смысл но я думаю что комплектующие все те же самые используются этот центр у меня уже года два дарина работы нормально работает крутится до сих пор легко то есть он не перегревается нормальный центр я надеюсь что с этим центром тоже будет все хорошо все всем спасибо всем удачи всем хорошего настроения конечно же все пока все пока